привет народ и рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас подвалила техничка техничка и и немного она небольшая но для нас очень важно и мы будем чинить автопилот который у нас поломался на прошлом переходе вы видели это видео я надеюсь если нет ссылочка вверху и посмотрите потому что я там рассказываю что у нас поломалась потом у нас подчиниться должен а из эта система которая нам показывает других а другим показывает нас и тела мотора но это все как бы мелочи но все равно это надо сделать перед переходом в папа поэтому не забываем подписываться на канал проверяем колокол и мы начинаем погнали то ты серёжа тут сидишь такой есть руки грязные коктейль пью коктейль пьешь чаша мотивации чаша мотивации время мотивации короче народ помните у нас была проблема с показанием радар фидбэка шалил шалил и после этого автопилот стал плохо работать и он с каждым днем прогрессировал причина короче я открутил здесь болт а теперь внимание смотрим вот эта часть это та которая отвечает за автопилот вот там с той стороны на него тяга идет которая его там вправо влево тяга смотрите внимание что это такое это болт и он просто лопнул пополам это пол болта а вторая половинка вот вот она здесь находится и вот эта часть она нормальная она работала просто за счет того что здесь вот этот центральный пин который всю эту конструкцию в принципе держал а вот эта часть она просто отломалась вот второй болт вот он в длину вот такой большой это просто лопнул пополам и за счет того что она все в принципе держалась она еще там как-то работала и мы на вот этом дошли но это сейчас это легко чинится у нас есть вот эти шпильки мы просто отрежем по длине столько сколько нужно смотреть она еще и кривая потому что видно еще согнуло конечно если она на одно и место да 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 но нас и длинная у нас это полтора метра их есть я их нарежу просто по длине это не страшно это кстати говоря вот эта вот часть она по гарантии была бенето поменена потому что сейчас вот увидите стоит вот так раньше она стояла вот так и это была другая часть и здесь получается как бы когда она работает так она работала на излом а когда она работала вот так она работает на скручивание и у меня первую атлантику она просто два раза вот так вот ломалась я здесь откуда входил тогда он вот здесь вот есть еще одна дырка а еще один да он поперек был то есть она стояла поперек и его короче неправильно работала видно ну конструктивная ошибка и когда мы сказали по гарантии что у нас проблема они прислали вот эту штуку сказали как починить и реально это был просчет такой заводской ну что без перчаток есть у меня специальные перчатки но я уже думал что это быстренько сейчас посмотрю как всегда блять и это штука пим поломана у нас тут прямо бедами могла бы быть но это на машина него такая нагрузка да 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 нагрузка была он смотрите срезала все жесть ну хорошо что это все достаточно легко ремонтируем а то есть ну окей такого пина нет ну просто болт вставим да нет просто болт вставить заказать может там металл нужен хороший не так из нормальной нержавейки вот такую штуку заказать просто из болта какая разница круче а если будет болт с резьбой она там может выедать стержень я считаю что нужно без резьбы вот такое же найти ну окей не проблема это это решаемо вот это казаться этим у меня как раз вопросов нет но тем не менее мы нашли причину почему она поломана не дай него и дай него и короче чиним вас есть такая штука с резьбой такой прут и я его сейчас нарежу и просто закручу уже нормально то что поломалась вместо старого сделаю новое так все смотрите собрано вот эта часть это автопилот она закручена из двух частей вот с каждой стороны по болту вот это вот отрезанная часть с обратной стороны с обратной стороны там по две гайки завел троса отрегулировал выйдем проверим насколько она будет хорошо ну в общем просто пересобрал и заменил поломанные части вот вот эти вот на целое и у нас теперь я думаю рабочий автопилот конечно мы это проверим когда будем выходить но выглядит она как будто проблема решена так народ вы знаете что у нас есть на лодке небольшая проблема у нас не работает а из мы его сняли у него нету gps fix то есть он не ловит gps и и соответственно он не показывает нашу текущую позицию поэтому мы его дали в ремонт ребята сказали что скорее всего сгорел gps порт это вот этот вот и как бы даже если антенна хорошая то просто это то есть придется заменить на новый но так как мы идем в индонезию а в индонезии а из обязателен по правилам вы не можете вам вас просто не оформят не сделают чекин если вы будете без аиса поэтому у нас сейчас вот смотрите ки великолепик хоба и начинаем распаковочку ничего диск интересно куда его пихать и вот собственно сам а из что здесь есть и не интересно короче сейчас это все распакуем в общем у нас есть новая из под него куча шнурков вот это все шнурки нам не надо будет перепаивать потому что у нас от старого и со всего есть вы просто flag and play старый сняли новый подключили так понятно что у нас следующей коробке у нас в этой коробке ой понятно это gps антенна но она нам не нужна потому что мы скорее всего подключим старую антенну вернее старую это тоже новое потому что когда я попытался починить я думал сгорела антенна потому что но gps fix я подключил другую антенну потом напрямую подключил gps антенна в общем ничего не работает что у нас еще в комплекте тройник иными хорошо ну и кабель ими это нам не надо у нас там да и так все работает вот это мы будем собственно подключать потом запрограммируем все наши ммс и и все я надеюсь мы будем со и сам потому что это безопасность короче вот это вот коробочка стоит почти тысячу долларов чтобы вы понимали насколько это современный девайс посмотрите на этот usb где такие есть есть это каменный век это еще там где телефоны кнопочные motorola было вот такого возраста это то есть так что у нас здесь так писание это старая подходит сюда антенна подходит gps вот тут он откручивается переходник подходит и не нужно от старого так короче подключаем так для подключения аиса втыкаем юсб шку у меня есть такой компьютер старый писиха с программатором здесь мы выбираем virtual ком порт и говорим коннект короче вот у нас сейчас открылся конфигуратор здесь нужно выставить просто расстояние сколько там метров до датчика на его положение фактическое здесь шипные ммм сай колл сайн ну и все в принципе программируешь девайс и все здесь больше ничего не нужно делать такс ну что вот программ девайс все это есть теперь смотрим gps статус ой у нас тут все gps спутники все видно класс спутников видно много теперь диагностик все видите все окей значит у нас все хорошо other vessels о сериал дата вот вот сейчас будет лить кучу всяких данных ну понятно короче все друзья мы запрограммированы у нас вот так это все выглядит а теперь надо будет проверить через там какое-то время на marine трафике я надеюсь что у все будет хорошо у нас будет уже видно так все а из готов теперь у нас осталось это все запихнуть аккуратненько проложить все проводочки все подключить и я надеюсь у нас все будет работать теперь штатном режиме так ну что у нас сейчас задача стоит нам нужно сделать то мотору у нас на канале уже было неоднократно я рассказывал как я делаю то что для этого нужно сейчас я просто так в тезисах сделать на основных моментах что я делаю и как то есть для начала мы сейчас запустим мотор чтобы его немножечко прогреть чтобы масло стало не густое жидкое чтобы было легко выкачивать чуть обороте кав добавлю совсем чуть чуть-чуть пускай постоит прогреется буквально пять минут чтобы она не была ну слишком горячая потому что горячее масло тоже так свела руки будет обжигать после вот чуть-чуть прогреть чтобы она стала жиже так моторчик выключили пускай он сейчас чуть постоит там она все стечет где-то минут десять пока мы подготовим все наши такие шланги которые в масле для того чтобы можно было сливать масло через насос да вот это вот это вот именно вот это мне сейчас и будет нужно а еще для удобства доступа к двигателю я снимаю лестницу из-за вес вынимаю вот эти вот пины снимаю лестницу отставляю в сторону доступ к мотору вуала у нас тут такой насос марку мы его сейчас кладем куда-то вот сюда и вот эту штуку запускаем в дипстик ну пошло сюда и сливать ну вот насос делает свое черное дело у меня есть вот такая вот цветная штука пока масло качается это съемник для фильтров мы его вот так одеваем на фильтр поворачиваем и снимаем очень просто очень удобно единственное что вот у нас сейчас здесь этот фильтр он большой и сюда съемник не оденется поэтому мы снимем сейчас топливный насос вот этот шланг подачи топлива я просто его откручу шланги будут сняты то у нас тут все снято и теперь съемник топливный фильтр вот он накручивается у нас сюда он чуть-чуть меньшего размера но это абсолютно подходящий сюда потому что мы по каталогу подбирали короче он сейчас и все трубки понадеваю затяну его и все затягиваются фильтры все руками а теперь готовим масляный фильтр кстати говоря масло у нас вот этого бренда это австралийский бренд который но тут местный мы купили его так прилично чтобы у нас было с запасом и мне многие люди говорят что типа нельзя наливать в масляный фильтр масло перед тем как его закручивать короче я считаю что это надо делать потому что написано вот по инструкции что это надо делать на фильтре прямо нарисовано и на топливном и на масляном и больше скажу что когда я занимался мотоспортом у меня механик так делал всегда будете мне рассказывать что это неправильно мне все равно я знаю результат работы я на треке ездил тысячи тысячи километров никогда у меня никаких проблем не было по маслу и тот кто говорит что так делать нельзя это ваши проблемы меня я делаю так как я считаю нужным моя мой мотор моя ответственность поэтому советы хороши но в данном случае не актуально так все фильтр есть фирмы его красивенько протираем чтобы было все блестящее что свыше чуть-чуть дотяну так все это есть видите полная банка это у нас уже слито все масло если сейчас включить насос теперь банку и заливаем ее через вороночку так щуп я вытер проверяем запускаем вынимаем можно еще где-то с пол литрика я думаю долить чуть чуть маловато хотя может быть подождем пускай она стечет все где-то минут десять и потом дольем проверим уровень так постояла проверяем уровень масла вытираем щуп запускаем щуп обратно вынимаем и смотрим даже больше чем блин надо можно было залить чуть чуть меньше ну там буквально чуть чуть больше чем верхний уровень не страшно ну что проверяем двигатель топливные магистрали открыты включаем боли забыл включить fuse и даем ему так постоять немножко включился топливный насос и он общем прокачает сейчас топлива сделает давление в магистрали там пройдет через фильтр буквально пару минуточек стоит топлива сейчас прокачает пускай немножечко так поработает чтобы масло там прокачалась и все выключаем и пускай стоит себе там остывает потом проверим еще уровень ну вот собственно и все теперь осталось утилизировать масла здесь если вы смотрели наши предыдущие выпуске вы знаете уже где это делается и все собственно сто мотора мы закончили так вот здесь вот эта вот система для сбора масла а ну вот все понятно я у меня был вопрос куда делать куда девать канистры влезь написано бидонс отсюда это все и пойдет короче сюда все вот так вот это все и работает видите как все сделано по-человечески чтобы было удобно пользоваться чтобы не загаживалась экология в общем в общем великолепный подход для людей которые живут в марине ну что народ вот наш выпуск технический подошел концу ничего особенного мы здесь не сделали просто устранили ряд ошибок которые просто устранили ряд проблем которые были у нас на лодке вы все видели вы все в курсе не забываем подписываться на канал проверяем колокольчик напоминаю что у нас есть telegram канал в котором мы постим больше и все своевременно потому что видео на ю тубе выходят задержкой а в телеграме все происходит прямо здесь и прямо сейчас поэтому друзья пишем коммент шер лайк вы знаете что делать а я знаю что делать нам до встречи в следующем выпуске пока